Приветствую всех, друзья мои! С вами Базирио, канал Фрешлайф 28, и в понедельник в традиционной рубрике «Зал славы» и история Михаила, человека, который занимался пауэрлифтингом. Итак, друзья мои, напоминаю, что «Разбор полетов» — это рубрика, в которой вы сами, подписчики канала Фрешлайф 28, рассказываете о том, как вы добились того или иного успеха. А рубрика «Зал славы» — это рубрика не только для тех, кто сумел изменить свое сознание, похудеть, а кто пошел дальше, кто понял о том, что зависнуть похудевший там или зависнуть на любом этапе человеческого, скажем так, развития не получится. Вы либо развиваетесь, либо вы деградируете, по-другому никак. И, соответственно, сегодняшняя история — история Михаила, который с детства имел лишний вес, занимался пауэрлифтингом, никогда не следил за питанием. И, тем не менее, на что следует обратить внимание? Пожалуйста. Посмотрите, пожалуйста, ролик о вреде лишних знаний. Вот Михаил как раз именно об этом говорит. Обилие блогеров, обилие, скажем так, различного рода популистских направлений, которое приводит к тому, что из-за толерантности мы не стираем комментарии и так далее, у людей в блогах находится каша, мешанина из различного рода школ, направлений, теорий и так далее, и так далее, типа выбирайте сами, да, приводит к тому, что люди, которые еще пока не сведущие, в этом путаются. И лучше всего выбрать какую-то одну теорию, а не метаться между ними, как вот, как говорится, как шлюха меж трех вокзалов. Что же, я на сегодняшний момент умолкаю и предоставляю слово нашему сегодняшнему герою. Встречайте! Всем привет! Меня зовут Михаил, и это моя история похудения. Прежде всего, хочется сказать спасибо Антону за его канал, за его деятельность на YouTube, за его книги, за предоставленную возможность рассказать свою историю и тем самым, возможно, кого-то замотивировать на решительные действия в похудении и изменении качества жизни в целом. Ну что, начну я историю свою с самого детства, так как родился я уже толстым, 4,5 килограмма. Ну и, собственно, как многих из нас, как у нас принятого, вернее, в стране, да и везде, наверное, что бабушки, дедушки, когда любят, потихоньку невольно закармливают детей. Таким образом, из-за такой любви, я к 13 годам весил уже 67. Был маленьким, круглым мальчиком. Ну и, собственно, из-за насмешек сверстников в школе, во дворе, решил похудеть. Тогда интернета не было, возможности разобраться в причинах тоже, как таковой. Пошел я, знаешь, в спортзал. Там я познакомился с пауэрлифтингом, с таким спортом. На тот момент тренером моим стала прославленная чемпионка мира, Европы, всего чего только можно. Ну и, собственно, что в зале я, конечно, не похудел, а, собственно, даже наоборот поднабрал. Ну, набрал я за счет роста и, ну, роста, в смысле, в высоту мышечного роста. Соответственно, в 15 годах я весил уже 82. И в зале выполнял норматив кандидата в мастера спорта. Что-то там 220 я приседал, 120, пожалуй, 230 тяга. В общем, но, к сожалению, на соревнованиях подтвердить звание не получилось, так как на тот момент тренер сама активно выступала. И мои там областные, по-моему, даже соревнования на Москву попали в одно время с ее там миром, по-моему, и Европой. Ну, собственно, мне было сказано, ну, попробуй съезди сам. Конечно же, сам я никуда не поехал, потому что это надо и комбез надеть, и бинты намотать, и сбегать, там, веса закажи. И, собственно, опыта самого соревновательного не было никакого. Ну, и, в общем, на соревнования не попал, кандидата не выполнил. Ну, сейчас я, конечно, все равно благодарен ей за все, за технику, которую дала. Но тогда юношеский максимализм и, в какой-то степени, тупость, затаили обиду на все, на весь мир. В общем, ну, и пубертатный период, там, соответственно, девочки, алкоголь, прочие прелести и проявления бурной молодости. Постепенно, в общем, отошел я от спорта. Перестал заниматься. Ну, и дальше там, что институт, работы, как все мы все время себе говорим, да мне некогда. Находим какие-то отмазки, что-то. Ну, в общем, все как у всех. Ну, и так, помаленьку, потихоньку. Вес я, соответственно, набирал по чуть-чуть. Это вряд ли заметишь в зеркале. Да, конечно, окружающие говорили, что Миша, ты все добреешь. Ну, опять же, у нас принято говорить, что ты добреешь. Хотя, ну, все почему-то стесняются сказать, ты жирная скотина, что ж ты так себя запустил. Иди уже и делай что-нибудь с собой. В общем, по чуть-чуть, по чуть-чуть, незаметно, 33 годам превратился я, собственно, в шарообразное какое-то существо с весом 130. Ну, и в один прекрасный момент что-то в мозгу щелкнуло, когда я в очередной раз там, выходя из душа, разглядел себя получше в зеркало. Понял, что жить так дальше нельзя. Нужно что-то менять. В общем, потихоньку начал изучать информацию в интернете, что с этим делать, как быть. К сожалению, на канал Антона я сразу не попал, потому как, сами вы знаете, то есть разнообразие сейчас разных диет, тренеров, я не знаю, блогеров, вещающих на эту тему. Очень большое. И просто, наверное, не заметил этот канал поначалу. Но смысл в том, что на тот момент я отказался от сладкого, от мучного, в частности, хлеба. До этого у меня ни один прием пищи не обходился без бутербродов, соответственно, колбаска, сыр. Сейчас я уже там знаю, все эти, выживут и так далее, и тому подобное. Тогда я, ну, то есть, ел и все, и было хорошо и вкусно. Прикольно с бутером все есть. И арбуз с хлебом, как это зачастую бывает, да? Отказался на неделе от алкоголя. То есть, опять же, ежедневно до этого побухивал пивко, снимал, как мне оказалось, стресс. Ну, сейчас я уже понимаю, что, наоборот, алкоголь для организма как раз-таки является стрессом. Вот. Убрал эти вещи. Но алкоголь, кстати, оставался еще по выходным, потому что, ну, как же, себя не пожалеть. Я такой молодец, неделю держался, питался и так далее и тому подобное. В общем, такими нехитрыми способами за полгода, может, даже чуть меньше, слетело с меня там 30 килограмм. До сутки я догнал. Ну, постепенно, соответственно, тоже не переставал смотреть разные каналы, изучать там другие источники в интернете, сайты, да. Постепенно наткнулся как раз-таки на канал Антона. И, собственно, каша в голове из информации с интернета, наконец-то, начала по полочкам раскладываться. Еще раз, Антон, спасибо за это. В общем, разобрался с калорийностью продуктов, с составом БЖУ, да, то есть, понял. По-новому взглянул на свой рацион. Стал питаться тогда, когда комфортно, собственно. К сожалению, извиняюсь, Антон, здесь не поддержу вашу схему, там, пятиразового питания. Ну, для меня она просто по тем или иным причинам не подходила. И привык я три раза питаться. И, в принципе, мне этого достаточно. Я вполне по порциям себя распределил. Ну, в общем-то, мне было комфортно, удобно. Вес снижался. Я был доволен, в общем. Опять же таки, дойдя до сотки, убрав лишние вот эти совсем излишние килограммы, я постепенно начал вводить физкультуру дома. Отжимания, приседания, что-то там попрыгать, ну, легонечко, да. Купил турник, начал там пытаться подтягиваться. В общем-то, помаленьку, ну, то есть, с упражнениями и просчитанным рационом, я, в принципе, с легкостью в неделю мог терять, там, 3-5 килограмм. Но это имеется в виду в рабочую неделю. Ну, в основном, да, трешка. Ну, так как от алкоголя я еще не отказался на тот момент, собственно, эта трешка легко за выходные прилипала обратно. Ну, и так, собственно, в таком ритме я протоптался где-то год. Ну, да, год. Протоптался на месте, за рабочую неделю скинешь, пока контролируешь себя за выходные, расслабляешься, наедаешь все обратно. Ну, и, собственно, так как 30 килограмм-то я уже скинул, я вроде такой довольный, мне уже гораздо легче стало. Пузо уже не мешает завязывать шнурки. Да и вообще по работе стало легче. На тот момент я работал отделочным строителем, да. И, собственно, прыгать там на козла с козла стало гораздо удобнее. И, да, вообще во всех аспектах жизни гораздо стало веселее. И, особенно, когда покупаешь одежду на два размера меньше и начинаешь более-менее уже нравиться себе в зеркале, это, конечно, дорогого стоит. Протоптался год, так бы, может быть, и продолжалось бы дальше. Но, на мое счастье, один мой товарищ позвал меня в зал, говорит, а не хочешь в зале-то позаниматься, что-то все, дома да дома. Ну, и я как-то прям с радостью за этот шанс ухватился, ну и не прогадал. Но, собственно, спустя почти 20 лет я снова оказался в зале, снова почувствовал железки, лезвение железа в зале. И вот эта возможность борьбы с собой, преодолевания себя на каждой тренировке, я, конечно, ну, то есть, кайфанул. Ну, и, ну, поставил себе жесткую цель и с легкостью вообще уже отказался от алкоголя по выходным. И это сейчас я уже прекрасно понимаю, что это, ну, шикарнейшее решение, которое может вообще для себя сделать любой человек отказ от алкоголя. Сейчас у меня нету никакой тяги к нему. Да, я могу выпить, но, не знаю, сейчас я просто не вижу причины, зачем это делать. Ну, как бы, просто я себя сейчас так офигенно, прекрасно чувствую, что, ну, просто не хочется терять эти ощущения замечательной жизни. Ну, и, собственно, с тренажерным залом за 4 месяца с марта, ну, 4-4,5 месяца я скинул еще 20 килограмм. Собственно, пошел я в зал, весил 98. Ну, и вот к юбилейным моим 35 годам скинул свои юбилейные 50, весы показали 78, чему я был несказанно рад. Ну, тогда, собственно, да, позволил себе и выпить, и поесть. Надо сразу сказать, что залило меня конкретно, сразу на 10 килограмм, подзаплыл я, ну, тут же. Ну, и надо заметить, что это, в принципе, как бы это все отеки, и за пару дней просто вода эта слилась. Ну, и сейчас я вешу 82, опять же, ну, это вот настолько я увлекся в процессе своего похудения ЗОЖ, на канале Антона, правильнее будет сказать, ПОЖ, что, собственно, отучился я на фитнес-тренера, на нутрициолога. Сейчас сам помогаю людям стать легче, красивее, здоровее. Всем советую, собственно, поэтому я и решился, как бы, записать это видео, чтобы... Потому что хочется поделиться с людьми другим качеством жизни вообще. Вы не представляете, что вы теряете на самом деле. Лишний вес, он не просто так называется лишним, он лишний, он только мешает. Вы просто давно уже забыли, как это хорошо, как это легко, как это вообще здорово чувствовать себя нормальным человеком. Не стесняться где-то там раздеться на пляже или в то же самое примерочную. Я не жду, когда там примерочная освободится. Я с легкостью могу снять майку в этом зале, в торговом где-то, ну, в торговом центре. Надо надеть другую, посмотреть, как она выглядит. И когда там после 2Х покупаешь размер S, ну, это на самом деле стоит того. Надо-то всего там взять себя немножко в руки, потерпеть. Заменить удовольствие от еды на более какие-то интересные варианты. Потому что удовольствие от еды, оно вот временное. Пока ты жуешь, ты вкус чувствуешь, да. Пока ты там, ну, поел, у тебя есть чувство сытости. Ну, опять же, чувство сыты, если не показать ли его, можно получить от разных продуктов. Вот, ну, то есть, пока ты ешь, удовольствие от еды есть. Потом все. От красивого, стройного тела, помимо удовольствия на всю жизнь, у вас еще и проблем со здоровьем многих не будет. Сейчас я вам уже это могу сказать, как тренер заявить, и со всей уверенностью. Вроде бы что-то я рассказал, что хотел. Всем большое спасибо. Еще раз, Антон, спасибо за предоставленную такую возможность. Спасибо за ваши труды. Великое дело и делайте. Ну, и я теперь вам тоже как бы чуть помогаю здесь, у себя на районе. В конце хочется поблагодарить всех за внимание. И пожелать вам не откладывать на завтра, а начать действовать именно сегодня. Потому как завтра может и не наступить. Ну, то есть, мы всегда откладываем, откладываем, но завтра это завтра. Просыпаешься уже сегодня. То есть, завтра оно никогда не наступит. Поэтому не откладывайте на завтра. Начинайте новую жизнь уже сегодня. Начинайте свою дорогу к новому качеству жизни, к новому телу, здоровому, красивому, подтянутому. Всем успехов, всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и все такое. Благодарю.